В эфире первого карагандинского новости. Здравствуйте! Информационную картину дня вам представит корреспондент нашего канала Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. В Карагандинской области топят дороги. Ситуации связаны с угрозой затопления, населенных пунктов нет. Заступившись за женщину, парень лишился руки. А я клятву дам присягу. Защищать людей, защищать мир, страну, чего бы мне этого не стоило. Шесть карагандинских таксистов попало в сложную ситуацию. Каждый из них по закону должен выплатить от 200 тысяч до 1 миллиона тенге работодателю. Обо всем более подробно. 22-летний Сергей Кутозов заступился за малознакомую женщину и получил ножевое ранение. Этот случай произошел в марте. После нескольких операций руку пришлось ампутировать. Сергей рассказал о подробностях своего героического поступка, хотя сам себя он таким не считает. Друг из Осакаровского района позвал в гости Сергея. Предложение было вполне заманчивым. Покататься на лошадях, отдохнуть на природе и подышать свежим воздухом. День прошел удачно. Вечером ребята решили посмотреть фильм. Но DVD-плеер сломался и они пошли к тете друга. Поздно вечером между хозяйкой дома и ее сыном произошел конфликт. Сергей решил заступиться за женщину. Сергей – старший сержант отряда специального назначения при ГБР. Благодаря профессиональной подготовке от первых ударов удалось защититься. Но последний был неожиданным. Они вызвали скорую, но им сказали ехать своим ходом, потому что машин не было. Местный врач оказал первую медицинскую помощь. Молодой человек перенес несколько операций. Все было хорошо, но потом обнаружили шишку. Пошел гнойный процесс. Руку пришлось ампутировать. Сергей Кутузов не перестает благодарить своего врача. Анатолий Сергеевич спас ему жизнь и обещал помочь с оформлением инвалидности, говорит Сергей. Врач объяснил, почему ампутация была необходима. Потому что было повреждение магистральных сосудов, питающих в конечностях. И несмотря на все старания, в связи с прогрессирующим некрозом конечности, мы вынуждены были больному сделать ампутацию правой руки. Сергей с улыбкой на лице говорит, что ему повезло, потому что он левша и привык все делать левой рукой. Парень рассказал о своем детстве. Оно тоже было нелегким. До 12 лет его воспитывала бабушка. Мать в это время отбывала срок за убийство, а отец был наркоманом. Сейчас его родителей уже нет в живых. После 12 лет из-за плохого состояния здоровья бабушки Сергей воспитывался в детских домах. Не скрывает, что был трудным подростком, прогуливал школу и из-за чего попал в центр временной реабилитации для несовершеннолетних. Повзрослев, он смог встать на правильный путь. Сейчас его навещает мама того парня, который его ранил. Она говорит, что после выписки может на время забрать парня к себе домой. Также Сергея Кутузова навещают незнакомые люди, узнавшие о его беде. Они с ним общаются и привозят еду. Сергею предложили создать киви-кошелек, чтобы желающие могли пожертвовать деньги на протезы и необходимые лекарства. По словам врача, в скором времени раны затянутся и Сергея можно будет выписывать. Виновник находится под подпиской о невыезде. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. На сегодняшний день закрыта трасса Куксу-Жартас. Также затоплены автодороги по направлению город Жисказган. Паводковая ситуация в области находится под контролем. В кризисном центре ДЧС Караганды ведется контроль поступающей информации. Сложная обстановка складывается на территории Щетского района. Есть участки размыва автодорог. Уровень подъема воды колеблется от 7 до 73 сантиметров. Спасатели выставили посты у села Шопа Щетского района. Добраться до этих участков на легковых авто невозможно. Автобусам тоже проезд запрещен. У реки Шопа выставлены лодки для всех желающих переправиться по реке. Ситуация стабильна. Само село Шопа находится на возвышенности. На сегодняшний день, если смотреть с начала регистрации случаев паводкового характера, порядка 30 случаев есть, связанные с различными ситуациями. Это подъем грунтовых вод, где-то подтопление дворовых территорий, переливы через дорог. Порядка 30 случаев. По ним, по всем, проведены уже были работы. Во многих, по многим, практически по всем, уже были отработаны аварийно-спасательные и неотложные работы. На некоторых участках, вот размывах сейчас дорог, работы продолжаются. Мы сами вчера были на территории села Шопа, Нураталды, Красная поляна, станции Харамурон. Мы действительно видели, что река Шуру-Вай-Нурат идет с большим таким разливом. Прямой такой угрозы для населения нет. Тем не менее, у этих населенных пунктов, скажем, одна превысила критические отметки. В Казахстане внесены поправки в земельный кодекс. Согласно изменениям, теперь земли сельхозназначения будут продаваться через аукцион. Также предусмотрены льготные условия выкупа участков и снятия ограничений на проводимые сделки. Об этом сообщили члены рабочей группы Министерства национальной экономики страны на встрече с представителями бизнеса и аграриев области. Какие вопросы возникли у последних и как предприниматели приняли новшества, узнавала Аймамрина. Встреча прошла в диалоговом режиме. Предприниматели области задавали наболевшие вопросы. По информации докладчиков, одна треть казахстанских земель предназначена для сельхозугодии. Но из-за плохой орошаемости земель существует риск потерять значительную часть пахотных участков уже через 50-60 лет. Чтобы не допустить таких плачевных последствий, правительство приняло решение найти этим территориям новых владельцев. Для их привлечения и будут работать аукционы. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, с хозяйственным назначением, будут предоставляться через аукцион. Кроме того, учитывая, что у нас в стране имеется порядка 200 тысяч субъектов АПК, было принято решение и в рамках закона предусмотрено соответствующей норме, согласно которому они могут выкупать те земли, которые предоставлены ранее в аренду по льготной цене в рассрочку до 10 лет. Также граждане, заключившие договора купли-продажи земельного участка, но не оплатившие полную стоимость выкупа до введения и действия данного закона, становятся собственниками земель при условии оплаты не менее 50% от его кадастровой, то есть оценочной стоимости. Цель создания благоприятных условий, ограничения снятия административных барьеров и сокращения издержек, исключающаяся процедура изменения целевого национального участка при строительстве объектов, связанных с сведением сниженского хозяйства и присоединением формы хозяйства. Все эти меры должны создать для важных условий, для введения полноценного выношения оборудования. Поправки вызвали много вопросов у предпринимателей и общественников. Председатель карагандинского филиала Союза фермеров Казахстана Абдуллат Уребеков высказался против продажи земель в частные руки. Не найдут сейчас сельхозформирование руководителей 500-600 миллиардов тенге для выкупа вот этих земель, которые у них имеются. Нету такой возможности. У нас от пассивной до уборки, это живут некоторые на кредитах. Землепользователь в сельске, он ставит вопрос о том, чтобы перевести эти земли из разряда орошаемых в другие категории. Но для того, чтобы воспользоваться своим законным правом и дать заявку на перевод в эту категорию, предприниматель должен заплатить за каждый гектар, как говорят, около 44 тысяч тенге за каждый гектар. Представители рабочей группы заслушали все вопросы и предложения, обещали взять их на заметку и дать более расширенные ответы позднее. Аким области Нурмухамбет Абдебеков поблагодарил гостей за визит. Аймам Ринаул Жас Габасов Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. Напоминаем, с 1 января текущего года вступил в силу новый этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан. В связи с нововведениями в законе карагандинские чиновники проводят заседание Совета по этике, где акимы всей области отчитываются о соблюдении закона о государственной службе, правил этики, профилактике коррупции. На очередном заседании побывала и наша съемочная группа. На очередном заседании были рассмотрены и проанализированы выявленные коррупционные риски деятельности отдела земельных отношений нашего города, отчеты Акимов города Балхаша и Осакаровского района. Рассмотрены дисциплинарные дела, возбужденные на государственных служащих сельских округов области. Если ранее мы акцентировали деятельность свою на рассмотрении дисциплинарных дел, то на сегодняшний день в соответствии с требованиями нового законодательства мы рассматриваем не только дисциплинарные дела, связанные с дискредитацией государственной службы и так далее, но и во главу угла ставим профилактические мероприятия по предотвращению и недопущению нарушения законности. После отчетов Акимов все присутствующие занялись рассмотрением частных случаев нарушения правил этики. Дело было возбуждено на Акимов Тельманского сельского округа Осакаровского района Балиеву Карлгаш. По словам обвинителей, женщина воспользовалась своим служебным положением и использовала не по назначению денежные средства, предназначенные для водокачки. По данному факту, антикоррупционной службой было проведено досудебное расследование, по результатам которого уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. По результатам служебного расследования, факты несоблюдения нормы служебной этики Балиева нашли свое подтверждение, которое выражено в допущении повода для критики со стороны общества и непринятия вверх по опровержению публичного обвинения в коррупционных проявлениях. Аппарат Акима Осакаровского района характеризует Карлгаш Балиеву как работника, выполняющего свою работу на низком уровне, без инициативы. Кроме того, поступали многочисленные жалобы от населения в адрес Балиевой. Не занимаемся мы, нет, только дорожную работу с теми людьми, которые у нас не платят, просто положила здесь на первую работу, а денежные средства не собирала. А отчетность какая-то шла? Да, они предоставляют нам отчетность, отчетность и потребовала. На данный момент вся отчетность у нас приведена в порядок, жить ли доволен. На сегодняшний день Карлгаш Балиева имеет выговор за неосвоение бюджетных средств. Советом по этике было решено понизить обвиняемую в должности. Ассель Сазымбаева, Исламбекус, Пан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. На протяжении нескольких лет власти обсуждают вопрос о 12-летнем образовании. Сегодня на площадке региональной службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан состоялся брифинг, где речь шла о наболевших вопросах школьного образования. На вопросы журналистов отвечал руководитель управления образования Асхатай Маганветов. С января текущего года в сфере образования приступили к реализации плана нации «100 конкретных шагов». Руководитель управления подробно остановился на том, какая работа ведется в данном направлении. Асхатай Маганветов по специальности историк. Он рассказал журналистам о развитии советского образования. По его словам, старую систему необходимо менять, потому что в программе есть много ненужного и такие знания применять негде. По сравнению с другими странами, казахстанские школы отстают на полтора-два года. Сегодня речь идет о 12-летке. То есть, опять же, это не автоматическое, просто взяли программу 11 лет, расстелили на 12. Это полностью обновление содержания, это изменение оценивания, это изменение в целом парадигмы от знаний центристской, функциональной грамотности и компетентности. Это изменение результатов методов целей оценки обучения. То есть, здесь больше речь идет об этом. Руководитель образования рассказал об интеграции школьных предметов. В планах Министерства образования – сокращение списков уроков. То есть, некоторые предметы, возможно, совместят. Например, вместо изобразительного искусства и технологии дети будут изучать художественный труд. Также было предложено совместить геометрию и алгебру, казахский язык и казахскую литературу. На брифинге также разъяснили введение трехязычного обучения. И что касается трехязычия, в настоящее время ставится задача о том, что мы должны переходить трехязычию. В данном случае я хочу акцентировать внимание, что здесь не ставится задача в 2017 году условно или в 2018 году. Мы должны в школах преподавать уже на трех языках. Такого вопроса нет. Ставится задача, что в 2022-2023 году, когда как раз те дети, которые в 2013 году пошли в первый класс, и они изучают с первого класса английский язык, когда они уже подойдут к старшей школе, что они будут изучать некоторые предметы по выбору на английском языке. То есть, речь идет о том, что в идеале такие предметы, как информатика, биология, химия, математика, предметы по выбору, их можно будет в старшей школе изучать на английском языке. Один из проблемных моментов – это вопрос готовности к трехязычию. Рабочая группа управления образования выезжала в Россию, Грузию, Южную Корею, чтобы посмотреть их опыт. В результате разработана дорожная карта развития трехязычия в Карагандинской области. В принципе, весь мир учит английский язык по таким учебникам, как издательство Pearson, Macmillan, Cambridge, Oxford и так далее. И мы сегодня ставим задачу, что мы тоже для того, чтобы эффективным было изучение английского языка, мы должны учить английский язык по этим уровневым учебникам. С прошлого года мы в нашей области применяем такие учебники и ориентируемся. В этом году мы будем определяться с единым учебником по английскому языку и будем рекомендовать, чтобы именно английский язык для эффективности использовать тот или иной учебник и будем готовить наших учителей. Со второго полугодия 2016 года преподаватели будут проходить восьмимесячные курсы английского языка. На брифинге обсудили множество проблемных вопросов образования. И властям предстоит еще большая работа для их решения. Лариса Хусейнова, Толиген Рашитов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Таксисты требуют справедливости. Устраиваясь на работу несколько лет назад, они не предполагали, что спустя годы на них повесят огромные штрафы. Схема одна и та же. Арендатор получал неисправный автомобиль, ремонтировал за свой счет, ежедневно выплачивал установленную сумму работодателю. Но доказать это в суде водителям не удается. Несколько лет назад каждый из шести водителей в разные периоды времени устраивался на работу таксистом в ТО «Шабрейсервис». Собственных автомобилей мужчины не имели, потому им и предоставляли машины предприятия. Но, как оказалось, через несколько дней совершенно неисправные, непригодные для работы. Новичок должен был отремонтировать автотранспорт за свои деньги и представить чеки в организацию. Александр Волосенко в 2012 году так и сделал. Однако через 4 года мужчина обнаружил, что на него подали в суд и требует вернуть сумму в размере 619 тысяч тенге. Хотя Александр утверждает, что действовал по всем указаниям предпринимателя. Принес ему чеки, принес все документы необходимые для подтверждения, чтобы он либо с аренды снял с меня, либо еще каким-то образом, взаимозачетом разойтись. Он эти все документы принял, но при этом он не снял с меня ни за должность, ничего. При этом я оплатил ежедневно ему 3000 за арендую транспортного средства и плюс еще в «Шабрейсервис» за операторские услуги. Когда машина пришла в совсем негодное состояние, я потребовал от него, чтобы он мне предоставил чеки за оплаченные деньги ранее. Да, да, конечно, и опять же это затянулось, и так же опять же ничего не предоставил. Деньги мне не вернули, 40 тысяч залога у меня было. Такой случай не единичный. Олег Шумов проработал в такси с весны 2011 по осень 2012 года. Никаких нарушений не допускал. Однако и ему выдвинули штраф в размере 800 тысяч тенге. Эти люди, Шабанов и Шабанова ТО, спутник, они обязаны были выдавать чеки на те суммы, которые мы сдаем. А они чеки не выдают. Мы их как бы не требовали, все на доверии. И получается, что ты проработал, ну неважно какой срок ты проработал, вот, и получается, что ты весь срок не платил деньги, не приносил, не отдавал. Хотя бы отдавали. Да. Ты машину ремонтируешь за свой счет, а они утверждают, что они ремонтировали за свой счет. И ты опять же ничего доказать не можешь. Куантай Талипов не исключение. Мужчина проработал в такси всего три месяца. Но и он попал под уголовную ответственность. Я не смог доказать то, что я платил ежедневную ему сумму 4000 тенге, так как он, самое главное доказательство, которое он удерживал у себя, это журнал о том, что мы им платили, и там же мы в этом журнале расписывались, о том, что мы оплачивали ежедневную сумму ему. Не смог доказать, так как он не предоставлял суду, самое главное доказательство о том, что я платил эту сумму. Юрист утверждает, что договор, который был подписан таксистами, содержит широкий круг обязанностей арендатора, водителя, и почти никаких у арендодателя. В обязанности арендодателя даже не входит, чтобы он передал автомобиль в исправном состоянии. Эта норма четко и полностью противоречит гражданскому кодексу. То есть в кодексе на аренду автотранспортных средств, либо там еще, ну любого имущества, четко прописано о том, что имущество должно быть передано в исправном состоянии, в надлежащем состоянии и так далее. В этом договоре этой нормы нет. Буквально вот арендатор подписывает, водитель подписывает этот договор. Все, через пять минут он уже должен, чтобы преждевременно расторгнуть договор, он уже должен заплатить ИП Шабановой аренду за месяц. Далее он должен заплатить все неустойки и штрафы, которые прописаны в договоре. А это не меньше 150 тысяч. Мы попытались взять комментарий представителя ТО Шабре-сервис, но из-за нехватки времени ИСЦА встреча не состоялась. Представитель считает, что комментировать эту ситуацию нет необходимости. Вряд ли нам это неинтересно давать комментарии. То есть, если они должны деньги, то, соответственно, они должны их выплачивать только из всего. То есть, я могу сказать, что ИП Шабанова, если кому-то кто-то ей должен, она обращается с исковым заявлением в суд, и суд рассматривает ее исковое заявление. Каждая в сторонах предоставляет свои доводы. С решением суда таксисты не согласны. Они намерены продолжать искать пути выхода из сложившейся ситуации. Екатерина Афанасьева, Жаксулык-Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Казахстане ежегодно в апреле проводится месячник по профилактике травматизма. Очень важно знать, как правильно вести здоровый образ жизни. В ДК Майкудука на праздники здоровья побывали студенты карагандинских колледжей и школьники. Учащимся рассказали о правильном питании и о правилах поведения при получении различных травм. После выступления специалистов всем пришедшим вручили листовки по здоровому образу жизни, по питанию и по профилактике вирусных заболеваний. Сегодня и у нас был проведен семинар, посвященный данной теме. Были разобраны очень интересные темы, связанные не только с травматизмом, но и с питанием. Детям даны были ситуационные задачи, на которые они очень успешно ответили. По всему Казахстану сейчас проводятся такие семинары, мероприятия, круглые столы, дебаты. Я думаю, что благодаря нашим семинарам мы сможем снизить немного травматизм в нашей стране. Близится День Победы и уже готов план мероприятий к этому великому празднику. Отдел городского образования и отдел внутренней политики провели торжественное открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Какие встречи еще запланированы, узнавал наш корреспондент. Открытие месячника прошло на базе школы-лицея номер 57. На встречу были приглашены воины-афганцы, ветераны Великой Отечественной войны, представители Совета ветеранов и общественности города. Руководитель социальной сферы отдела внутренней политики рассказала о плане мероприятий ко Дню Победы. В воинских частях города также будет проводиться работа с призывной, допризывной молодежью по патриотическому воспитанию. Я думаю, что поскольку все мы граждане нашей республики, это наш долг, это воинский долг, это патриотический долг, гражданский долг, который наше молодое поколение должно отдать наших ветеранов Великой Отечественной войны. Встреча показала, что школьники готовы принимать участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы. Перед гостями выступали ученики кадетских классов школ города Караганды. Ребята пели песни, танцевали в военных формах, под музыкальные композиции военных лет. Такие встречи способствуют воспитанию чувства патриотизма у детей. Такие мероприятия проводятся из-за того, чтобы мы молодое поколение повышали свой патриотизм, чтобы не забывали продвиги наших ветеранов. Напомним, месячник военно-патриотической работы взял свой старт. Он завершится 7 мая. В течение месяца во всех учебных заведениях города будут проводиться праздничные мероприятия. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Сирикидзе, Первый Карагандинский. И последний на сегодня. 13 апреля 2016 года в 11.00 часов в прямом эфире телеканала «Казахстан Караганде» состоится брифинг с участием Акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдебекова. Все интересующие вас вопросы о развитии региона в рамках плана нации «100 конкретных шагов» вы можете задать по телефону колл-центра 8-72-12-41-91-43 или направить на электронную почту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова